Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Женщина, которая не замужем, никогда не будет устойчива в деятельности. Всегда ей очень тяжело, потому что у нее нет опоры в жизни, нет защиты. Когда женщина выходит замуж, то мужская энергия, она вот так окружает ее и делает ее очень стабильной и легко на работе командовать, что хочешь делать, потому что она защищена этой мужской силой, которую муж ей дает. У вас нет защиты. Поэтому вы чувствуете себя очень напряженно, то есть как будто вас мучают вот эти все люди. Ну, это признак того, что нет защиты, нет устойчивости. Нужно замуж. Когда замуж будете, вам легче будет, вы будете опору чувствовать, защиту, как бы вам попробовать, но это не значит, что вы не менеджер по природе. Это ваша природа, как бы у вас все там работает. Просто положение в обществе ваше неправильное сейчас, оно вам не дает силы. Женщина должна быть или защищена отцом дома жить, тогда она комфортно себя чувствует, или мужем, или сыном, по крайней мере, если он взрослый. У человека в жизни есть разные вехи развития, и веха вашего развития сейчас вам нужно внутренне переключиться на духовность. Вам нужна духовная жизнь. Ваша душа просит духовной жизни. А вы силы все свои тратите на работу, и поэтому у вас внутри возник бунт. Этот бунт не означает, что вы должны бросить работу. Этот бунт означает, что нужно работать или меньше, или просто понять, что кроме работы еще надо делать, и тогда вам станет легче жить. Некоторые люди просто думают, что надо мне такую работу, которая бы духовно меня развивала. Это иллюзия. Таких работ не бывает. Вам надо начать духовно развиваться, начать это дело. И сразу все на свои места придет. Потому что люди, которые духовно не развиваются, они свою душу вкладывают в работу. И это ошибка, понимаете, просто ошибка мышления. Ваша душа была в работе, и из этого ничего хорошего не получилось. Вот если вы сейчас свою душу, духовную жизнь вложите, а в работу просто оставите свой долг, там, долг, вот, допустим, в туалет ходить, это долг. Туда душу вкладывать нет смысла. Понимаете? Ну, я просто такой пример привел. А без этого вы не сможете жить. Допустим, скажешь, что мне мараться, я не хочу ходить в туалет. Хорошо, тогда ты умрешь просто и все. Вот, мараться придется. То есть работа – это осквернение. Это придется делать, это долг. Но душу туда не надо вкладывать, что вот, типа, туалет – это и есть моя судьба, ходить в туалет. Понимаете? Нет смысла, как бы, туда вкладывать душу. Работать – это осквернение у всех людей. Понимаете? Туда не надо вкладывать душу. Надо просто выполнять свой долг. А душу надо вкладывать в отношения с Богом, в развитие себя как личности, в социальную деятельность. Для женщины служение Богу – это социальная деятельность. Женщина раскрывается в служении Богу полностью, если она заботится о людях, духовной заботой. Это дает полное счастье женщине. Есть разные духовные практики. Например, можно просто молиться или аскезы для Бога совершать. Женщине – это вообще не подходит, такая духовная практика. А вот заботиться о людях так, чтобы они ближе к Богу были, что-то делать для них в этом плане. Вот это и есть отдушина, которая приносит счастье женщине. И тогда и на работу можно спокойно ходить. Потому что счастье уже в жизни появилось. Можно сходить на работу. Более вам и не надо в душу вкладывать свою работу. У вас там настолько все отлажено, все классно, что и нет смысла как бы в это сильно погружаться. Деньги же с неба не летят просто. Ну, просто сейчас не получается. Я работаю, а я кому-то счастливу. Я служу вашу детство, я работаю на работу. А чем вы занимаетесь? Какая у вас? Я владелец по маркетингу крупной компании. Директор по маркетингу крупной компании. Кому нужен директор по маркетингу? Вам нужен? Ну, возьмите ее. Хороший человек. Я рекомендую. Нужен? Все, вот вам работа. Я вижу, что все будет нормально. Еще кому нужен директор по маркетингу? Есть кто кому нужен? Вам нужен? Ну, второй вариант. Света мне получится. Все. Бог нашел вам работу. Это, понимаете, это действительно есть такой закон. Когда человек ходит туда, где люди работают над собой, то там есть выход из сложных ситуаций. То есть это чисто вот само по себе. Вот человек хочет быть рядом с теми людьми, которые настроены правильно. Через них приходит удача в жизни. Через этих людей. Поэтому на лекциях, после лекции надо знакомиться друг с другом. Это лучше общаться с такими людьми, которые работают над собой, чем просто с обычными людьми. Потому что через них больше удачи. Хорошо же, когда человек работает у вас в компании, который слушает лекции Олега Геннадьевича. Он будет всем помогать. Это тоже так в этом направлении двигаться. Даже ради этого уже классно. Потому что народ же не знает, что делать, как жить. А тут раз, вот такой человек мудрый попадается, который может людям помогать как-то. То есть вы будете сама оформлять помещение? Или вы хотите создать что-то, чтобы оформить? Вот вы все сказали о вашей природе. То есть у человека есть какая-то зона удачи в жизни. И есть природа. Природа – руководитель. Зона удачи – это красота. Все, что связано с искусством. Это дает вам средства. Все вы соединили сами. То есть вы руководитель. Зона вашей удачи – это дизайн, красота. Все, что приносит красоту. Чтобы что-то начинать, человек должен понимать. Понимаете, любой лидер в обществе, он должен понимать, что есть только один способ быть лидером вообще в жизни. Только один способ. Это строить взаимоотношения с лидерами. Если человек в эту среду не входит, он не получает благословения быть лидером. Нужно иметь отношения с такими людьми. Надо входить в такой, ну, коллектив таких людей. Входить надо. В отношения с ним строить. Продолжение следует...